здравствуйте на библейский портал и гизгет пришел вопрос что является большим грехом атеизм или вера в ложные учения божество богов но в священное писание не дает нам ответов на вопрос об атеизме потому что тогда такого вообще не было и атеистам в римском мире называли тех людей которые отвергали поклонение языческим богам и чаще всего в истории церкви атеистами называли именно христиан как людей которые отвергают местных богов той страны в которой они находятся и поклониться некому какому-то божеству которого все остальные не знают поэтому в священном писании здесь найти опору на это вопрос очень трудно мы можем сказать что атеисту значительно труднее прийти к вере в истинного бога чем человеку который уже во что-то верит особенно если это вера достаточно поверхностная традиционная связанная с традиции его рода или его семьи какой-то общины в которой он вместе своей семьей исторически существует атеист этот человек который живет если хотите такой образ как бы под бетонным потолком вот он не знает что наверху есть небо там есть солнце там и звезды и для него там просто ничего нет мир кончается там где кончается физическая материя которая может потрогать изучить осязать для человека верующего неправильно там есть что-то какие-то другие вещи у нее искаженное представление о боге но она есть поэтому наверное все таки это является меньшим грехом скажем так я бы здесь не применял понятие грех я бы сказал о том что для атеиста встреча с богом которая неминуемо будет после смерти будет значительно страшнее чем для человека все-таки который во что-то верил простите меня если расскажу анекдот на эту тему умер атеист он был очень хорошим человеком и он подходит к воротам рая подходит к апостолу петру апостол петр виде этого человека соболезнуют ему и идет господу и говорит что мне сказать ему вот там живет то есть там пришел человек который всю жизнь утверждал что тебя нет скажи ему что меня нет вот эта встреча она перевернет все понимаете и часто очень это бывает встречи со смертью когда атеист приближается к смерти если он не приходит к вере или если он не погружается в какую-то болезнь которая отнимается его внимание он испытывает тяжелейший кризис потому что все прошло значит все не имело смысла потому что все что проходит все может иметь только относительный смысл но не окончательный а человек для которого какая-то религиозная составляющая жизни есть для него все таки это не так во первых а вторых легче найти путь господу иисусу христу внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео